Здравствуйте! Сегодня вы смотрите новости телекомпании «Новый век» в студии Юлия РТН и сегодня в выпуске. 1 сентября на торжественной линейке в школе номер 11 Кызыла торжественно открылся кадетский класс юных пограничников. В конце августа завершился молодежный образовательный форум «Таврида-2017». А теперь об этих и других событиях более подробно. В День знаний за партой 11-й школы Кызыла сели юные пограничники. В рамках реализации программы патриотического воспитания граждан, в частности школьников, пограничное управление регионального ФСБ совместно с Министерством образования открыли первый в ту века детский класс пограничного направления. 30 юных пограничников уже начали профессиональную подготовку. Боевая подготовка, встречи с ветеранами локальных войн, пограничного управления, знакомство с нынешними сотрудниками и возможными героями-пограничниками. Все это стало возможным для старшеклассников 11-й школы Кызыла. Учебное заведение было выбрано давно, так как школа является подшефной пограничного управления региона. Дети могут себя почувствовать уже с 1 сентября, так как специализированный класс предусматривает, кадетский класс предусматривает ношение военной формы одежды, знаков различия. Спецдисциплины, которые я уже ранее озвучил, это огневая подготовка, пограничное мастерство, основы охраны государственной границы. Они также предусмотрены именно в программе, которая разработана совместно с Министерством образования и культуры Республики Тыван. 30 школьников этим летом прошли серьезный отбор в кадеты. По окончанию 9-го класса, помимо обязательных экзаменов, ребята сдавали дополнительные предметы. Также школьники продемонстрировали хорошую физическую подготовку. Конкурс был большой, на одно место претендовали двое или трое. Большинство поступивших ребят с 11-й школы, но среди них есть и дети с других городских и районных школ. Хороший так-то класс. Мне приятно, что они в форме, а форму дисциплинируют обязательно. Естественно, учеба у них должна быть на 4 и на 5. Я уж не говорю там на отлично, да, на 4 и на 5. Ну, естественно, они должны быть патриотами нашей страны. Тем более, они поступили в этот класс пограничный. А, как вы знаете, пограничники, они самые первые, которые стоят на рубеже нашей Родины. Белек Мангуш, услышав про открытие нового кадетского класса юных пограничников, не стал задумываться. Решил поступать. В планах изначально было учиться в вузах ФСБ, идти по стопам брата. Школьник всегда с особым трепетом относился к пограничникам. Узнав на уроках истории, что они были одними из первых, кто дал отпор врагам во время Второй мировой войны, поставил цель. Во что бы то ни стало, станет защитником рубежей. Я был очень рад, когда узнал, что поступил в этот класс. И я сейчас безумно рад, что могу учиться в единственном пограничном, в кадетском классе пограничной направленности. В планах пограничного ведомства открыть еще один подобный класс, где подростки уже напрямую могут ознакомиться с основами пограничной службы, военно-медицинской и общественно-государственной подготовки, военной топографии. По словам руководства школы, в рамках данного класса школьникам будет легче определиться с будущей профессией. Чинчи Самбугай, РСХ, для компании «Новый век». Неведомственная охрана входит в состав органов внутренних дел. Также это структурное подразделение Национальной гвардии России, предоставляющее услуги по охране объектов всех форм собственности, с охранением должностных функций полиции. Кто же стоит на страже порядка, кто такие сотрудники отдела вневедомственной охраны, узнавала Диана Баенбагос. Многие из нас не раз на улице видели автомобили с логотипом охрана. Как нам рассказал сотрудник вневедомственной охраны Мартол Сад, это уникальная, не имеющая налогов в мире государственная служба. Она отличается от всех охранных структур. Мартол Сад с 1995 года работал полицейским водителем. Сейчас на пенсии. Он не тот человек, который привык сидеть на одном месте, рассказывает о своем коллеге Фаина Мельникова. Теперь работает на более спокойной должности водителя. Он пришел после армии, молодой, 21 год ему было, в силе, в жизни, как бы такой устремленный человек. То есть всегда к своим он обязанностям относился, очень добросовестно. Например, я никогда не слышала в его адресе, или там какие-то укоры, или какие-то там правонарушения у него были. То есть он человек действительно ответственный, добросовестный, порядочный. Коллеги выдвинули Мартола Сада к ведомственной награде, как самого активного члена Совета ветеранов. За 22 года работы Мартол Владимирович зарекомендовал себя ответственным и добросовестным человеком. Молодые сотрудники всегда обращаются за помощью, если возникают проблемы с транспортом. А ведь своевременное прибытие на место происшествия напрямую зависит от исправности автомобиля. По-моему, датчик. Как поделился ветеран вне ведомственной охраны, гордость за свою службу испытал еще в далеком 95-м году, когда только трудостроился. Потом пришло осознание ответственности и любви к своей работе. Не каждому удается найти свое призвание, но мне удалось, говорит ветеран. Так, целый день. С утра на работу в гараже у нас машину приготовил к выезду. За рулем я себя чувствую намного удобно, уверенно. Чем, допустим, пешком по городу хожу. Ну, я учился еще, как в советской школе, школу заканчивал, где нас учили, ну, так, уважение к ветеранам. Вот, на великое отечество. Ну, нравилась мне форма просто. Ну, военная, допустим, да, в армии служила. Ну, скажем так, не призвано, а охранять покой граждан ночью и днем, чтобы народ, ну, граждане, наши, чувствовали себя защищенными, уверенными во всем. Сегодня Мартулсад, продолжая работать в ведомстве, ведет также и наставническую работу с молодыми сотрудниками, чтобы в Росгвардии всегда были профессиональные, самоотверженные и мужественные бойцы. Ведь служба вне ведомственной охраны является одним из мощных специализированных подразделений полиции. Диана Баимбугусарис-Ховалы, телекомпания «Новек». Глава агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Плутник заявил, что к 2023 году в России средняя ставка по ипотеке снизится до 7%. Об этом сообщает издание «Ведомости». Цитата. «Мы понимаем, что можем выйти на совершенно иные объемы ввода жилья, строить больше 100 млн кв. метров в течение ближайших 4-5 лет. И та средняя ставка по ипотеке, которую мы сегодня наблюдаем, снижается. Сегодня она 9,5-10%. Целевой уровень, который возможен в течение трех лет, 7%, которые создадут совершенно иные возможности для россиян приобретать жилье», сказал Плутник. Он также подчеркнул, что на данный момент для строящегося жилья, приобретаемого в ипотеку, достигло 40%. Ранее сообщалось, что Минэкономразвития России ожидает всплеска ипотечного кредитования уже в этом месяце. В 2014 году была выдана рекордная сумма ипотечного кредитования – около 2 трлн рублей. В 2015 году был спад, но в феврале 2016 года рынок ипотечного кредитования показал рост впервые с 2014 года. И о курсах валют. Доллар стоит 57,85 рубля, а евро – 68,78 рубля. Ну а впереди нас ждет реклама, не переключайтесь. Продление упрощенной системы оформления земельных участков в народе «Дачная амнистия» продлена до 2018 года. Напомним, такая мера была предпринята, чтобы сократить количество бесхозных и неоформленных видов недвижимости. О том, оказалась ли эта мера эффективной и как ее воспользоваться, мы поговорим в нашей постоянной рубрике «Гость в студии». Сегодня гость в студии Белек Солчакович Дара, начальник межрайонного отдела кадастровой палаты ТУВ. И сегодня мы обсудим упрощенную систему по оформлению дачных участков, которая была запущена во всей стране с 2006 года. Здравствуйте, Белек Солчакович. Вот скажите, все-таки кому облегчает жизнь «Дачная амнистия» и что это такое с юридической точки зрения? Так, «Дачная амнистия» называют упрощенный правовой механизм для регистрации права собственности на ряд земельных участков и жилых недвижимых объектов, введенный федеральным законом номер 93 в 2006 году. Вот, получается, для садовых домиков, земельных участков, то есть и их хозяев. Вот скажите, «Дачная амнистия» работает одинаково в отношении земельных участков и объектов капитального строительства или есть там все-таки разница какая-то? Разница есть, то есть, во-первых, сроки окончания, то есть, например, для земельных участков 93-м законом установлен срок 20-й год окончания, да, для домов это марта 2018 года, то есть последние послабления по домам уже закончатся. То есть сейчас послабление, как Вы сказали, идет в отношении только земельных участков? Нет, для домов тоже, то есть, например, до 1 января 2017 года для оформления дома требовалось заполнить всего лишь декларацию, то есть заявитель, собственник сам заполнял собственные наручные данные о своем доме, подавал на кадастровый учет на регистрацию права и регистрировал свое право. С 1 января 2018 года, к сожалению, этот механизм уже ушел в прошлое, теперь надо будет, требуется технический план. И по техническому плану также есть послабление, то есть после марта 2018 года уже, к сожалению, надо будет технический план уже предоставлять как разрешение на вот объекты в эксплуатацию. Вот постепенно, как сказать, идет, вот послабление убирается, получается. Да, то есть... И к 2018 году по домам дачная амнистия, в принципе, получается уже все заканчивается. А в отношении земельных участков дачная амнистия, там некоторая другая система, то есть дачная амнистия по земельным участкам действует по системе того, что если земельный участок предоставлен человеку до введения действия земельных кодекса 2001 года, у него должен быть на руках некий старый документ, выданный органом местного самоуправления, да, где написано, что ему предоставляется направить в собственности данный земельный участок. В соответствии с ним он может зарегистрировать данный земельный участок без межевания. То есть ему не надо будет заказывать межевой план, а вызывать кого-то, чтобы ему обмерили, уточнили. То есть просто приходит с документом в МФЦ или в кадастровую палату, платит госпошлину 350 рублей и регистрирует. То есть вот это и есть дачная амнистия для земельных участков. К сожалению, если после 2001 года данный земельный участок предоставлен человеку, то уже общее основание регистрации. Так, а вот скажите, все-таки какие объекты подпадают под дачную амнистию? Ну, земельные участки, как сказать, личное подсобное хозяйство. Земель с личным подсобным хозяйством. Ну и расположены на них домики, дома, садовые домики, как сказать. Ну, это по городу, если взять, это вот Преобережная, Правобережная дача, получается. А вот скажите, вот с начала работы этой системы, как активно вообще принимает участие народ, жители, в частности, нашей республики, может быть? Да, с развитием общества, особенно на Нововелинском, да, вот знаете, знали, слышали, наверное, да. Вот до января 2017 года вот упрощенная схема именно для регистрации дома по декларации, это было, как сказать, очень удобно, легко и просто. То есть и заявители активно этим пользовались. То есть после января 2017 года с обязательным требованием о внесении технического плана, как бы данная процедура стала немножко, как сказать, сложной. То есть технический план, в свою очередь, это сложная техническая документация, которую готовит кадастровый инженер на возмездной основе. То есть ему бесплатно никто не сделает. То есть в пределах города где-то 4 тысячи рублей, наверное, стоит, да. Это кадастровый инженер выезжает на место, производит обмер, замер дома, да, готовит технический план на электронном носителе, вот, предоставляет заявителю. Ну и, соответственно, заявитель тоже платит. А до января 2017 года, то есть человек просто приходил, заполнял две декларации, и мы, грубо говоря, верили ему на слово. То есть он мог указать там такую-то площадь, так сказать, такие-то данные, свет подключен, не подключен. Белек Солчакович, вот скажите, все-таки, если человек решил по системе дачной амнистии оформить земельный участок, какие документы он на руках должен иметь, и куда ему в первую очередь надо идти? Самое главное условие для оформления земельного участка по дачной амнистии, это, как сказать, наличие документов, выданного до 2001 года, орган местного самоуправления о предоставлении ему земельного участка в собственность. То есть это может быть выпуск из домовой книги, свидетельство про пожизненоследовательное владение, некое распоряжение. То есть какой-то документ, который официально подтверждает? Да, какой-то документ должен быть. То есть на основании этого документа ему не надо будет там межевать, уточнять. То есть просто пришел, заплатил, зарегистрировал. Так, а все-таки плюс этой системы и чаще всего встречающиеся трудности при регистрации недвижимости по дачной амнистии? Ну вот, для земли, например, у нас в базе будет фигурировать некий документ, да? А у человека на руках эти документы давно утеряны. Бывает такое, то есть с переездами, то есть 10-15 лет прошло, да, например, сколько. Человек не может найти эти документы. Может попробовать заказать у нас в архиве эти документы, но бывает так, что в свое время орган местного управления эти документы нам не передавали, да? Вот тогда уже возникают сложности как бы. И возвращаясь вот к нашему региону, то есть больной вопрос — это оформление дачных участков на левобережных дачах, на правобережных. Какие документы у них на руках должны быть? И что вы от себя можете им посоветовать? Потому что у нас очень много телезрителей обращаются с подобным вопросом. Ну вот самое первое, например, это сейчас, так сказать, председателями общества активно распродаются земельные участки людям, да? Человек купил за какую-то цену некий земельный участок, ему выдали членскую книжку, человек идет дальше регистрировать земельный участок, да? Тогда надо будет, во-первых, взять членскую книжку, подойти к консультанту в кадастропалату или в МФЦ и уточнить, то есть на данном земельном участке не имеется ли, как сказать, ну, старого собственника, грубо говоря, да? Потому что в 90-е годы, как бы, с оттоком, так сказать, населения некоторые земельные участки были просто заброшены. И вот, как бы, считается, что они пустые, но на самом деле там, если в архиве посмотреть, то есть выясняется, что там кто-то есть, вот, с старым документом, да? Вот тогда тоже возникают сложности. Надо удостоверить, что там никого нету, что земельный участок действительно в государственной собственности, и работать по схеме с, ну, не по дачной схеме, получается, то есть по обычной схеме. А как потом оформить прописку на даче? Прописку? Ну, если дом зарегистрирован, мы выдаем, например, выписку, да, о том, что дом зарегистрирован за тем-то, тем-то, и, скорее всего, надо идти в орган, который занимается пропиской. То есть дальше мы, как бы, не в нашей компетенции, получается. А любое оформление недвижимости под собой подразумевает какие-то денежные траты, госпошлины, то есть госпошлина, насколько я поняла, вам сказали, там одна, да? Ну, по дачной амнистии это строго 350 рублей, то есть это неограмминительно получается, нормально. Белег Солчакович, спасибо, что вы нашли время прийти к нам в студию. А я еще раз напоминаю, что сегодня об упрощенной системе оформления земельных участков мы говорили с Белеком Солчаковичем Дара, начальником межрайонного отдела кадастровой палаты ТУВ. С 26 по 31 августа в Республике Крым прошла 8-я смена Всероссийского молодежно-образовательного форума «Таврида-2017. Молодые журналисты», где прошли образовательные программы для сотрудников СМИ со всех регионов России. Напомним, ТУВ на форуме представляли два журналиста. Подробности далее. Двум журналистам, корреспондентам газеты «Тувинская правда» Виктории Лачугиной и телекомпании «Новый век» Чинчи Самбуга в этом году выпал шанс представить ТУВу на форуме. Девушки были отобраны Общероссийским народным фронтом по представлению регионального отделения Союза журналистов. На протяжении пяти дней для молодых журналистов страны прошел образовательный форум «Таврида». В одноименный лагерь на Бакальской кассе Республики Крым участники заехали 26 августа. Журналистов разделили на 16 групп или, как их называют сами участники, пятнашек. Небольшая экскурсия по достопримечательностям лагеря, завтрак и сразу же образовательная программа. Уже в ходе первого дня участники форума обсудили с представителями федеральных СМИ проблемы развития печатной прессы, телевидения, тренды социальных сетей и блогов. Но, собственно, чтобы я отметил и выделил, в 2017 году это выход из любительской трештения Ютьюба. Ютьюб все больше и больше превращается в контент производителя, а не в контент потребителя. Если раньше на Ютьюбе обычно ролики какие-то брались до телевизионного эфира, либо же в Ютьюб мы загружали свои телевизионные продукты, то сейчас Ютьюб сам по себе порождает очень много видеопродукта. Таврида немного напоминает детский летний лагерь, только преимущество отдаются образовательной программе. Уже на второй день форума региональных журналистов делят на профильные школы, в которые входят телешкола, печатные интернет-СМИ. Спикеры на протяжении трех дней знакомили участников с основами федеральных средств массовой информации. Чтобы закрепить знания, была организована деловая игра. Деловая игра – это самое яркое, что нас ожидало. Мы до последнего не знали, как это что будет. За сутки мы получили карту города, жителей города, с которой были такими активистами, нужно было с ними брать у них интервью, бороться с властью, с коррупцией. И когда вот началась эта игра сама, можно было оценить, насколько сильные собрались ребята из других регионов, журналисты. Потому что в режиме нон-стоп нужно было с нуля создать медиахолдинг, раскрутить его, каждые 15 минут выдавать по 4 новости – это мемы, инфографика, статья, лонгриды. К моменту окончания смены в образовательной программе приняли участие почетные гости, среди которых журналист, заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой, ведущий новостей на телеканале «Россия-24» Роман Плюсов, специальный корреспондент телеканала «Россия-24» Николай Соколов и другие. Форум «Таврида» – во-первых, это огромная площадка обмена опытом, потому что там 300 журналистов со всех регионов страны. Также в рамках профессиональных школ, получается, я была в телешколе, было очень много нового. Допустим, Роман Плюсов, ведущий телеканала «Россия-24», рассказывал, как работать в прямом эфире. То есть поступает любая информация, и эту любую информацию нужно выдать. 30 августа на Тавриде состоялось торжественное закрытие восьмой смены «Молодые журналисты», которое собрало 300 молодых людей из 85 регионов страны. Чинчи Самбугат, телекомпания «Новый век». Ну и сейчас наша постоянная рубрика новости короткой строкой. В Третьем Восточном экономическом форуме принимает участие глава Тувы Шелбанка Роул. Сегодня состоялась его встреча с недавно избранным президентом Монголии Халтмагином Батука. По итогам встречи глава Тувы написал в своем блоге, довольно в заинтересованной атмосфере обсудили важнейшие вопросы развития нашего приграничья, раскрытия экономического и транспортного потенциала туризма. Туве акция «Помоги собраться в школу» продлевается до полного обеспечения нуждающихся ребят. В начале акции агентством по делам семьи, детей и республики был сформирован список из 2161 нуждающихся семей, где воспитывается более 2000 детей. На сегодня обеспечено всем необходимым 1735 детей, это 79% от общего числа. Большая часть – это школьники, состоящие на учете центров социальной помощи в семье и детям. Во всей республике канцтоварами обеспечены 1473 ребенка школьным портфелем и обувью 692. Группа компании «Хэлл» построит в Туве солнечные электростанции мощностью 1600 кВт. Компания также станет инвестором проекта. Договоренность об этом достигнута между главой Тувышалбанк Араолом и генеральным директором группы компании Игорем Шахраем. Для реализации проектов компания будет поставлять высокоэффективные солнечные модули, произведенные на собственном заводе в городе Новочебоксарске. Заместитель министра энергетики страны Антон Инюцен сообщил о намерении его ведомства ограничить продажу ламп накаливания мощностью свыше 50 Вт. Светодиодная лампочка в 9 раз экономичнее. Лампочки накаливания ранее отмечали в Минэнерго. Переход с ламп накаливания на энергоэффективные лампы начался в 2009 году. С 2011 года был введен полный запрет на продажу ламп накаливания мощностью 100 Вт. Продление программы Маткапитала до 2023 года еще не согласовано в правительстве, сказал министр труда и соцзащиты страны Максим Топилин. Напомним, по действующему законодательству программа действия Маткапитала заканчивает работу в 2018 году. Те, кто получит семейный сертификат до этого периода, и потом смогут им воспользоваться. А семьи, где вторые дети родятся с 1 января 2019 года, получить Маткапитал уже не смогут, если действия программы не продлят. ТВ-связь «Информ» продолжает развитие сети передачи данных по технологии «Джипон». На прошлой неделе компания завершила строительство и запустила в коммерческую эксплуатацию сеть в поселке Сукпак. Сегодня продолжаются работы по подключению к сетям с ТСИ жителей микрорайона «Спутник». Подробнее расскажет Диана Баенбагус. Сейчас в микрорайоне «Спутник» ТСИ прокладывает волоконно-оптический кабель на более 10 улицах. Уже сегодня услугами телефона и интернет-связи по новой технологии «Джипон» могут пользоваться жители от 1 до 4 линии улицы Упсунурская, Взлетная, Небесная, Радужная. Далее продолжатся интенсивные работы по строительству на остальных улицах до 14 линии. «Очень хорошо, что проложат линию, потому что связь здесь очень плохая, и новые технологии, телефон домашний будет стационарный, это тоже очень хорошо, потому что сотовая тоже не всегда берет, то света часто бывает нет. Интернет очень хорошо, что будет постоянно с хорошей связью, потому что здесь с интернетом очень проблематично». Что касается новой технологии «Джипон», она применяется как и в частном секторе, так и в многоквартирных домах. Есть ряд преимуществ. Большая пропускная способность, оптоволоконная линия проводится непосредственно в дом абонента, за счет чего обеспечивается надежность. Помимо этого, есть возможность подключить сразу несколько услуг. Это телевизионные каналы, их 150, стационарный телефон и высокоскоростной интернет. И немаловажный фактор – непогода не будет препятствием для получения качественных услуг. «Можно сказать, что мы пришли в сельскую местность с высокими технологиями. В данном случае по технологии «Джипон» мы предоставляем услуги населению. То есть строительство было, конечно, очень трудно. Имеется в виду, была сперва работа в грунте, то есть от Козыла до поселка Сукпак практически километров 20 строительства в грунте. Остальное, конечно, по отвесам технология была произведена». Жители Правого берега и поселка Сукпак с начала лета имеют возможность подключиться к услугам. Более детальным списком домов улиц, имеющих техническую возможность подключения к услугам связи, можно ознакомиться, пройдя по ссылке, которую вы видите на экране. http.ru, услуги, интернет. Диана Боимбукс-Буяна-Юн, телекомпания «Новвек». А сейчас о погоде. В Козыле в течение суток по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. В Козыле переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 4,9 м в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 23, плюс 25. С 6 по 10 сентября местами в земледельческой зоне республики ожидается заморозки до минус 1 до минус 3 градусов. Это все, о чем успели вам рассказать к этому часу. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»